Всем здравствуйте, дорогие друзья! Я решила выйти сегодня на балкон, поэтому, может быть, с улицы будет немножко шумно, но я надеюсь, вы меня все равно услышите. Итак, сегодня второй урок по вокалу, и я хочу вам рассказать о той части нашего тела, которая отвечает за выход звука, точнее, рот, нижняя челюсть и вот эти вот челюстные суставы. Сегодня будет немножечко больше разговоров, потому что эта проблема зажатой челюсти, она не требует такого большого количества упражнений, как может показаться, она требует просто вашего контроля. То есть вы должны уметь контролировать, когда у вас челюсть зажалась, когда она свободна, и когда ваша опора приходится именно на дыхание, потому что в чем состоит проблема зажатой челюсти? В том, что вы начинаете опирать на челюсть. Если вот этот сустав зажат, то вы переносите опору вместо дыхания на челюсть. Чем это чревато? Во-первых, это чревато болезнями, конечно же, связок, потому что связки тогда работают в очень усиленном режиме, то есть на них тоже приходится большая активность. Они практически работают в холостую, потому что дыхание отключается, и включается вот это вот место. Удобненько, близенько, удобненько можно и тут как бы опереть. По своему преподавательскому опыту могу сказать, что ученики, которые ко мне приходили, это имели практически 90% взрослых и 70% детей имели, ну это я так примерно, конечно, говорю, проблемы с зажимом вот этого челюстного сустава. И мне, конечно, всегда было интересно, почему дети имеют такую проблему, да, как бы казалось бы, там даже с 6-7 лет. И, конечно, я не психолог, но я думаю, что это связано с тем, что очень часто в детстве взрослые говорят своим детям, «Замолчи, тебя никто не спрашивает, заткнись, не лезь не в своё дело, твоё мнение никому не интересно, отвяжись, ну или ещё что-то». И ребёнок потихоньку начинает блокировать свои эмоции, своё самовыражение, свои какие-то мысли, своё желание высказаться в этот и что-то рассказать этому миру. Я подумала, что так будет лучше слышно, потому что у нас здесь уже Италия выходит из карантина, и на улице секатором подстригают кусты. Да, вот, ну, конечно, можно было, в принципе, домой зайти, ну ладно, уже дорасскажу. Да, и вот я остановилась на том, что дети начинают замыкаться в себе и блокировать свои эмоции, своё самовыражение. И, конечно, это всё чревато физическим зажимом челюсти. И почему так происходит у взрослых, даже у тех, у которых было там какое-то прекрасное, счастливое детство, потому что очень часто человек, допустим, работает в каком-то месте, где приходится, ну, например, сдерживать тоже себя, где есть какое-то начальство достаточно строгое, не очень приятное, может быть, и человеку приходится молчать, опять-таки свои эмоции подавлять, что-то глотать, что-то зажимать где-то, свой какой-то гнев невыраженный, и всё это вот такое-то, потом вот копится, и всё. И человек потом не может никак самовыражаться, да, скажем так. Так, для оперных певцов, конечно, и вообще для певцов, это чревато тем, этот зажим, что на верхние ноты практически невозможно будет выйти с зажатой челюстью. Да, не то, что невозможно, да, невозможно. То есть есть люди, которые поют ультра, там, в третьей октаве, допустим, нотки, на прикрытом рте, но при этом челюсть всё равно очень свободна. Например, не помню, в каком году, по-моему, на четвёртом курсе я была, когда училась в консерватории на четвёртом курсе, я была по программе «Экадемическая мобильность» в университете Шопена в Варшаве, и там я попала по распределению к такому педагогу, к профессору Едвига Раппе, её звали, она контр-альто, и вот я сидела практически на всех её уроках, мне было очень интересно, потому что это совершенно, ну, как новый мир, это не Казахстан уже, да, это другая страна, более европейская. Мне было очень интересно, как там обучают. Потом польские певцы всегда были хорошими певцами. Ну и вот, и в общем что, она, это профессор, она никогда не заставляла своих учеников широко открывать рот, но при этом она потрясающе слышала, когда у человека зажимался вот этот вот челюстной сустав сразу. То есть она сразу останавливала и говорила, так, дорогая, росла в челюсть. И девочки у неё пели примерно вот так. То есть рот широко не открывали, но при этом здесь всё было очень свободно. Вот. И поэтому, в общем-то, открытие рта для того, чтобы освободить челюсть, это такое очень, очень индивидуально, в общем, должно быть. Потому что есть люди, у которых, например, очень низкая шея и широкая. И им вот это вот активное открытие рта не нужно. У них уже пространство, которое нужно, есть. Но при условии, что челюстной сустав свободный. Я, например, когда открываю на первой октаве широко челюсть, у меня заваливается звук назад. Мне тоже этот способ не подходит. Я широко открываю рот, только уже туда гораздо выше. И когда я в Милане тоже была, у Винченцо Манно брала у него уроки частные, он тоже, он говорил, больше открывай пространство внутри. Но опять-таки при условии свободной челюсти. Ну вот я думаю, что хватит демагогии, да, рассуждений. А, да, еще что хочу сказать, что вот эти упражнения на расслабление этого сустава, это больше даже суставная гимнастика, их немного. Даже если вы не занимаетесь вокалом, возможно, они вам помогут снять какие-то свои блоки или комплексы психологического, психосоматического характера, да. Может даже, что у вас начнут литься слезы. Ну, мало ли, а может быть и нет. Вот. Да, упражнения самые простые. Обычно я всегда их делаю с детьми, все эти упражнения. Ну, иногда со взрослыми, которые более лояльны, потому что взрослым обычно кажется, что если это какая-то гимнастика, то это что-то несерьезное. Хотя наоборот. Ну, к сожалению, вот так вот. Итак, мы нашу нижнюю челюсть сначала выдвигаем немножко вперед, потом назад. Как будто бы это шкафчик такой, да. И вот этот шкафчик вперед-назад, вперед-назад мы выдвигаем. Можно 8-10 раз повторить. Все делать важно плавно, мягко, без насилия и без рывков. Потому что этот сустав очень легко вывихнуть, да. Поэтому все это делаем мягко. Потом следующее упражнение тоже совершенно элементарное и простое. Челюстью нужно подвигать в разные стороны. Но многие начинают делать такую ошибку, они начинают двигать вот этими мышцами, которые опоясывают нашу челюсть. А нужно именно челюсть подвигать. Тоже вот так вот в разные стороны. Ну, тоже 8-10 раз, понятно. Потом следующее упражнение на открытие челюсти. И нужно открыть челюсть на 4 пальца. То есть ваша ладонь, вот ваши 4 пальца должны влезть вам в рот. Да, это делается вот так тоже очень плавно, медленно. Как бы вперед выдвигаем челюсть, потом опускаем ее плавно вниз, как ковшик с экскаватора. И проверяем, чтобы 4 пальца залезли. Угу. Отлично. Вот так тоже несколько раз повторили. Должны все почувствовать, как у вас вот здесь вот растянулись суставчики. И вот это суставное упражнение, последнее, это называется верблюд. То есть нужно в разные стороны челюстью пожевать, как будто бы вы верблюд. И так это примерно, вот так будет выглядеть. В разные стороны. На суставы, вот эта вот вся суставная гимнастика, ее немного, потому что мы прекрасно понимаем, что больше, что мы еще можем, в общем-то, сделать челюстью. Просто следить и свободно разговаривать. Ну, конечно, не так я переусердствовала. Еще я вам дам пару упражнений на губы, которые я тоже обычно даю своим студентам. На расслабление губ, либо наоборот, на их активную такую артикуляцию. Потому что очень часто губы тоже зажаты. И на язычок. Потому что язык, естественно, тоже у нас участвует в нашей артикуляции, в нашей дикции. Кстати, на язык упражнение, оно очень часто его используют в фейс-фитнесе. Вот оно для вокала тоже прекрасно. Итак, верхнюю губу поднимаем вверх, нижнюю опускаем вниз. В общем, делаем это поочередно. Потом обе губы как бы раскрываем вверх-вниз. Я, конечно, красавица, похожая на чужого из фильма «Чужой». Ну да, вот так мы поделали. Для губ этого достаточно. И вот упражнение на язык. Это просто мы кончиком языка протыкаем верхнюю губу, нижнюю и щеки. При этом кончик языка должен быть таким очень острым и собранным. И потом также языком мы должны поводить по поверхности внутренней наших губ. Да, помаду вроде не размазала. А, ну, я надеюсь, вам было информативно, интересно и полезно. Занимайтесь, берегите себя, всем здоровья и хорошего выхода из карантина. Всех обнимаю. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok